В этом году ярмарка занимает почти 15 тысяч квадратных метров. Вся территория разделена на несколько зон, так называемых кластеров, животные, растения, товары народного промысла и готовая продукция от производителей. Старт ярмарки по традиции дал Александр Ткачев. Как отметил губернатор, с каждым годом популярность ярмарки растет. За товарами от производителя приезжают не только тысячи жителей нашего края, но и гости из соседних регионов. И предшествует этому немалый труд кубанских аграриев. Наша ярмарка становится все популярнее и популярнее. Все это происходит благодаря, конечно, тем людям, которые работают на земле, которые вкладывают свою душу. Механизаторы, комбайнеры, селекционеры, инженеры, агрономы. Они, в общем-то, задают тон, класс, стандарт. И делают нашу кубань житницей, делают наш регион самым успешным поставщиком качественных продуктов питания. В условиях, когда, в общем-то, Россия находится под серьезным политическим прессом, мы должны с вами накормить нашу любимую страну. У нас есть резервы, огромный потенциал. Все вместе. Мы действительно сила. Мы удвоим, утроим объемы поставляемой продукции на прилавки магазинов нашей страны. После официального открытия губернатор лично проверил качество товаров. Александр Ткачев прошел по экспозициям и пообщался с фермерами и представителями малого бизнеса. Предприниматель из Денского района Юрий Ильченко рассказал главе региона, что в его хозяйстве больше 300 голов крупного рогатого скота. Почти половина – дойные коровы. Недавно он реконструировал ферму и построил цех по переработке молока. А сколько молока доите? Две с половиной, две триста, две четыреста молока доим. Перерабатываем сами и часть сдаем. А что производите? Йогурты, китвер, ряженка. Проблемы со сбытом есть? Проблемы нет. Нет осведомленности у населения еще. И вот благодаря этой ярмарке, я думаю, много клиентов приобретет. Впрочем, Кубанская ярмарка 2014 – это не только выставка и продажа продукции. В этом году особенностью стала деловая программа. Основная тема круглого стола – создание системы реализации сельхозтоваров.